и вот этими прислужниками. Нужно построить зиккура. И я не особо хочу влюбляться в вор, потому что, будем честны, он не так интересен, как скайф. Майни, без лентяйки, вновь с вами. Всем привет. Сегодня будем смотреть видос с Лидана. Называется он «О чем был Варкрафт 3?». И да, их будет целых три видоса. Почему нет Кати? Потому что она не играла в Варкрафт 3. И я хочу её сам познакомить с этой вселенной. Да, я играл у него. И просто смотрите видос, чтобы себе напомнить, что там было. Я на самом деле хочу сам переиграть, давно не играл. Блин, такая кайфовая игра. А вот теперь давайте смотреть следа на. А, так как я свой блядский диплом уже почти закончил, самое время наделать придурковатых видео в интернете. В этом году выходит переиздание третьего Варкрафта с фифастой графикой. Но я бы хотел запомнить его таким. Это голова, конечно, может выглядеть интересно и привлекательно. Ну, в моих воспоминаниях навсегда останется неповторимый оригинал. Опять работа? Опять работа. Слова здесь ни к чему, за них всё скажут мемы. Жизнь за Нерзула. Нельзя. Ух, со смыслом. Они не знают усталости. Наверное, самая известная и самая популярная стратегия за историю существования нашей полиции. Вот как кайфовая. Варкрафт 3 это вселенная фэнтези. Фэнтези традиционно много чего заимствует из средневековья. И каждый из таких миров интересен по-своему. Game of Thrones за порнографию и поедание половых органов. Ммм, прекрасно. Элдерскроллс за возможность надевать ведра на голову. А Толкиен за гоблинскую весу. Только за это. Ты кто такой? Не смотри, шо я голый. Но что же насчет Варкрафта? Его лор... Я не смотрел в гоблинскую версию. Я единственное, что не смотрел в гоблинскую версию. Все интересно. В которые по сей день выходят обновления. Там Сильвана недавно подожгла великую яблоню эльфов. Ой, блядь. Я такой сказал, что теперь вообще можно не смотреть эти видео. Забудьте об этом, ладно? В общем, Варкрафт это удивительно. Я бы поиграл в Варкрафт. Никогда не игрался для него. Вот Варкрафт 3 играл очень много. Что это фига? Ну это овца. И теперь, если я где-то слышу слово орк, в голове сразу появляется вот это красивое лицо. Хороший выбор. Ну и, конечно же, русская озвучка, заслуженно породившая бесчисленное количество приколов и ставшая уже частью современной культуры. Давайте быстренько разберемся с первой частью. Русская озвучка была шикарная. Варкрафт 1 был очень хардкорной пиксельной игрой с дубовым управлением. Вторая часть была, конечно, покрасивше и плавнее, но все равно, как по мне, залупа и счета. Обе части не то, чтобы сильно богаты сюжетом. В них были две компании за расу орков и людей. И они рассказывали о том, как орки из своего мира вошли через демокрический портал Возорот и захватывали земли. А потом эти же орки получают пизды и Альянс засовывает их обратно в портал. Как я уже сказал, все это происходит на планете под названием Азерот. Вот наиболее подробная карта. А нет, подождите. В 2012-м эти долбоебы добавили пандарию. Прикиньте, раса панды в мире фэнтези. Ну сколько зеленого нужно было перекрутить, чтобы такое придумать? Блядские панды кунг-фу. Ну вы бы еще джипичана добавили. Это не касается третьего варкрафта, поэтому я, пожалуй, вырежу панды и постараюсь забыть об их существовании. Да норг панды. Короче, есть три континента. Калимдор, где развалились ночные, фэнтези, наги, гоблины, тролли, кентавры, люди. Восточное королевство, которое населяет Альянс Эгеев и ЛГБТ-комьюнити. И Нортренд, оккупированный нежитью и вот этими прислужниками. Нужно построить зикура. Я не особо хочу влюбляться в вор, потому что, будем честны, он не так интересен, как Скайрим или там Званый Ужин с Николаем Должанским. Но для тех, кто это видит впервые, стоит немного объясниться. Когда-то давно в мире было нихуя. И слегка появились Титаны, миссия которых состояла в поддержании мирового порядка. Главный у них был Саргерас, который со временем понял, что гораздо интереснее убивать и разрушать, поэтому стал вселенским злом. Также известный, как Разрушитель, Падший, Великий Зрак Всего Живого, Мужчина. Его заинтересовала перспективная планета Азерот, поэтому он нашел на еще одной планете демонов-подсосов, среди которых был всем известный Архимонд. А это что, это старая... И с помощью одного из демонов открыл портал в этот самый Азерот из другой планеты Дренор, которую как раз населяли орки. Они были нормальными ребятами, в общем-то, до того момента, как демоны не дали им попить своей крови и не превратили в красных злых пидорков. А разве не наоборот было? Там даже вот это отторжение через портал, войну и прочее. На самом деле, в истории мира Варкрафта есть красивые события. Например, как главный демон вставляет огромный медь в Азерот. Ну, понятно, опять все спиздились с Евангелиона, меня это не удивляет уже. Третий Варкрафт состоит из двух частей. Последнее это воевать-мастерить стул заморозили. А первое, воевать-мастерить управдом, с которой мы и начнем. Уровень сложности есть только средний и высокий, то есть слуховцы-то не пускают, прошу заметить. Начнем мы с пролога про исход Орды, в котором умирающий дед хриплым голосом втирает про какие-то пророчества. Мы никогда не верили в пророчества. Орки дерутся с людьми, с земли вылезают пылающие червяки и появляется лого нашего Варкрафта. Хотя правильнее было бы там, конечно же. После этого идет еще одна заставка с бегущими орками, людьми, метеоритами и дедом, который еще почему-то не сдох во время озвучки. Жопа. Мы узнаем, что это все было видением, которое прислал мудак в плаще одному из орков, сказав, что тот должен объединить свой народ. Орк, в свою очередь, охуевает от такого расклада и просыпается в ужасе. Так начинается первая глава. Компания, кстати, сделана вот с такими интересными загрузочными экранами, на которых отмечено, где мы сейчас находимся. Что, конечно, до сих пор мне ни о чем не говорит. Здесь только профессиональный географ мира в карте сможет понять. Поэтому я буду показывать это на бочкой карте. Данное событие происходит вот здесь. Вряд ли вам это пригодится, но зато прикольно выглядит. Прикольно. И так морт просыпается и говорит. Так это был сон. Представляю вам одного из главных героев игры. Тролл, вождь орков. По фильму его мамаша после локальной резины отправила путь по реке, чтобы его нашли люди и вырастили как ручную собаку. Но он вырос, стал сильным, сбежал от них и собрал стадо своих зеленых дружков. А теперь к нему прилетел порог в форме голубя и говорит за ним следовать. Так начинается обучение. Первая часть довольно скучная. Здесь меня считают за придуркой и думают, что я не разберусь, как ходить. Прикажите Троллу идти на север. Знакомят с такими удивительными существами, как гноу, мюзгнол, мюзмурлоки, мюзмурлок и каловые големы. Каловые. Все они и еще вот эти спящие никого не трогающие обезьяны на сленге называются нейтралами, потому что в игре они сами ни на кого не нападают, но их можно убивать ради наживы. В конце ворона превращается в собаку, чтобы убедить Тролла собрать орков и отплыть на Калимдор. Потому что демоны возвращаются, и только там есть шанс устоять против них. После этого собака превращается обратно в голубя и улетает. Звучит сомнительно, но Троллу духи сказали поверить, а он и не против. Во второй главе Тролл собирает армию из всех орков, которые в свою очередь разделены на кланы со своими лидерами, одного из которых, именно Грома Задиру, взяли в плен люди, и его нужно освободить. Это вторая часть обучения, в которой нас учат рабовладению. Получив приказ добывать золото, раб начнет вот еще несколько рабов, обеспечив себе стабильный доход до появления раба. Готов скралывать! А, кралывать? Или вкалывать? Господи, я за... Слышал в тесте крабовать, готов крабовать. И как только я прощупываю почву и начинаю чувствовать себя уверенностью, Так что они говорили, вкалывать или вкралывать? Наступаю на противников. Эти люди отстраивают мост и начинают угрожать. При этом проходит информация, что они реально схватили нашего кореша-орка. Нам остается перейти мост, войти в село и надавать ляпасов дурным людям. Минус люди. Гром Задира выпрыгивает из своей клетки и происходит один из самых мемных диалогов в истории вселенной. Гром, ты в порядке? Поднесешь? В полном, братишка, пострадала только моя гордость. Забудем об этом. Нечего сказать, хорошо, что освободили нашего братишка. Вместе с ним и со всей своей ордой, которая умещается на трех кораблях, Тралл отплывает. Конец пролога про орду и теперь можно приступать к основной кампании людей. Она начинается с катсцены, на которой Верховная Рада Альянса во главе с королем говорит про начало эпидемии чумы на севере. И тут опять тот же гусь превращается и втирает про то же самое. Мир в опасности, демоны на подходе, надо плыть отсюда, но его в итоге посылают нахуй и он смирно уходит. Компания Альянса начинается почти в том же месте, во время как корки пришли грабить и уничтожать наше поселение. И вот выбегает наш главный герой, Артес, сынок богатых родителей и наследник престола. Его встречает Утер Светоносный, главный паладин. Паладины это придурки, которые ходят с молотками. Утер, можно сказать, заменил Артесу второго отца. У меня было, блядь, не уязвилось на 45 секунд. Блядь, так каймбо. Но мы ведь доблестные паладины и не можем просто так позволить устроить кровавую резню. Путер уходит к лагерю орков, а мне нужно спасти деревню от живодеров. Начинается с самой, что ни на есть геймплей. Кстати, если в доте был не уязвимость на 45 секунд. Когда ты нажимаешь на персонажа, он выдает фразу, по которой можно понять, что он сейчас представляет. Я прославлю свое королевство. То есть Артес это благородный защитник справедливости и настоящий герой. Опа, это что, квест? Да, здесь много побочных квестов. Вот у бедной женщины случилось горе. Гнолы утащили ребенка. Ну как тут можно остаться в стороне? Монстров за такое стоит приконить, а сына вернуть матери. Но мудрые правители не балуют своих подданных. Чтоб мамаша не сильно радовалась, я прирежу всех остальных сынью. За честь и отвагу. Что мне хочется сказать. Прекрасно. Эта игра постоянно заставляет думать и принимать правильное решение. Вот мы видим на выходе из деревни, орбиджист убивает невинного жителя. Я это просто так не оставлю. И после очищения территории от живодеров, мы видим главного из них. Вонючий красный надсмотрщик. Посмотрите, какой людоед взял в плен наших крестьян и уводит их. Но тут заслуженная смерть, никак иначе. И вот после спасения деревни от кровопролития, к нам прибегает подсос, чтобы сказать о необходимости моего срочного присутствия в лагере орков. Это уже вторая глава. Путер отправил на переговоры с орками двух лучших рыцарей. Но они, видимо, опять напились и с лошадей попадали в придурки. Так что придется все делать самому. У нас тут уже есть база, башни стоят. Их, кстати, можно апгрейдить, чтобы они по нападающим стреляли. И, в принципе, все то же самое, как с орками. Надо строить фермы, чтобы увеличивать лимит войск. И казармы, в которых мы будем нанимать этих пехотинцев. Как только я собираю армию, включается катсцена, где мастер клинка приносит людей в жертву демонам. А я и не против, на самом деле. Сейчас иллюзик останет. Мне нравится исследовать карты. Здесь столько всего интересного. О, это квест на дракона. Которые дают квест на убийство пожилого дракона. И за это я получаю сферу огня плюс 5 урона. Смотрите, как прикольно вертится вокруг молотка. Ну ладно, надо же этих орков прибить. Доргать мне мастер клинка. И он, конечно, не промах. Умеет вот эти свои иллюзии создавать. Но я тоже не дурачок. Поэтому играю на среднем уровне сложности. Теперь нас переносят в магический город Айянсадаларан. Где пророк в очередной раз ебет мозги со своим пророчеством. А в этот раз магу по имени Антунидус. Который снова посылает его куда подальше. Почему-то здесь великий пророк стабильно исполняет роль петуха. Он снова входит в форму гуся и улетает. Но тут мы узнаем, что все это время... Так он превращается в петуха. Поэтому это нормально. Могиню Джайну Праудмур. Ее часто в фанфиках пейрят с Артасом. Они говорят, что на севере бушует эпидемия чумы. И это могут быть проделки темной магии. В третьей главе Артас встречается с Джайной. Мы сразу видим, что она бывалая феминистка. Сама умеет призывать водяного элементаля и выписывать пезду. Они вместе выдвигаются в путь, чтобы разузнать причины возникновения чумы и спасти мирное население. На пути появляются скелеты-лучники. А это значит, что мы имеем дело с нежитью. За честь и отвагу! За честь и отвагу! Он обнаружил гаденышей, которые занимаются заражением. Не, ну вы видели этого некроманта ебучего? Как ему не стыдно таким заниматься? Здесь, кстати, впервые в истории нам показывают пуджа. Очень интересно получилось. Минус пудж. В конце мы ломаем зараженный сарай и переносимся в четвертую главу. Бедные послушники просто хотели осквернить рудник, но Артесу лишь бы кому-то по голове молотком дать. Мы продолжаем преследовать некроманта. Ломаем его базу и застаем врасплох. Он говорит, что его зовут Келтузет и признается в том, что из он гаденыша такая приказала у них проклятых распространить зараженное зерно. А делает это все потому, что служит демой малганцы, который хочет очистить земли от людей. После разговора он тупо уходит и мне приходится еще раз встречаться с пуджами перед тем, как дойти до сих пор. Самого некроманта. Он между прочим отваливается от одного удара. Особенно мне нравится анимация смерти, когда он решает упасть два раза подряд. Ну нормально. Пятая глава это самая запоминающаяся миссия в игре. Артес и Джайна входят в село, думают сейчас отдохнем, займемся незащищенным с пехотинцами. Но вдруг становится известно, что мы окружены армией нежити. Поэтому Джайна отправляется к утру за подкреплением, а Артес остается с жителями, которые уже поели зараженного зерна и начали превращаться в зомби. На такой забавной ноте начинается 30 минут неудержимого веселья. Вообще это очень эпичная миссия. Я помню, как лет в 12 прятался от некромантов с последней фирмой в лесу. Но сейчас, благодаря высокому стратегическому навыку, нежить даже не смогла разрушить мою базу. И по истечению времени нас спасает Утер со своим петушиным отрядом. Они перетирают за дальнейшие планы, и Артес заявляет, что хочет в одиночку отправиться в город Стратхольм, чтобы убить главного заражателя Малгануса. Утер пытается его отговорить, но блондинчик ведет себя как фифа и говорит, что ему никто не нужен. Спустя 2 минуты к Артесу прилетает пророк, и в очередной раз уговаривает его отплыть с людьми на запад. На что, конечно же, он опять получает отказ. Но он, к тому же, предупреждает, что чем яростнее Артес будет гоняться за демонами, тем скорее его поработит зло. Это вообще никого не волнует, видимо, да и мне, если честно, поебать. Из кустов опять вылазит Джайна, и... Помолчи! Пытается уговорить блондина прислушиваться к пророку, но Артесу чисто пихуй на все, он хочет гнаться за демоном. Так начинается последняя на сегодня пятая глава. Утер все-таки пошел за Артесом в город Стратхольм, и от него узнал, что все люди в городе уже заражены чумой, и скоро превратятся в зомби. Поэтому Блонди хочет убить всех жителей и приказывает сделать это Утеру, на что тот, естественно, отказывается. Артес увольняет Утера и посылает всех к хуям. В итоге даже Джайна его бросает и оставляет один на один с демоном. Не, ну жесть, конечно. Это прикольная миссия. Здесь нужно убить 100 зомби, прежде чем их призовет Блондис. А вот, кстати, и он, в России и правду, он заходил в дома, ломает их и превращает жильцов в зомби. Мы, в принципе, делаем то же самое, только за честь и отвагу. Молганус там пытался меня остановить, но я быстренько дал ему молотком по рогам и вырезал оставшееся население города. Однако Молганис умер не окончательно и сказал, что будет ждать Блондина в Нортренде, где он встретит свою судьбу. У Артеса, естественно, горит Джопа, и он действительно решает попыть в Нортренде, когда будет рефордж. По итогам, Стратхольм был разрушен, на улицах лежат горы трупов, а Джайна... Видите, что я мало говорю, просто очень интересно. Я вспоминаю просто некоторые вещи и ностальгирую. Что же нас ждет в Нортренде, вы узнаете в следующем видео. Я только начал ностальгировать. Отписывайся, чтобы ничего не пропустить. Ну ладно, у нас еще две части уже вышло. Я смотрю подряд просто. Ребята, ссылка на оригинал в описании, приходите и подписывайтесь на Слидана. Ждите следующую часть, но вы через день, через два, когда вы посмотрите эту со мной. И следующую часть я вот посмотрю через день или два для вас. А так я посмотрю их подряд, на самом деле, просто их монтировать сейчас надо будет. Катя опять там танцует, развлекает меня. Ну, я хочу напомнить, что у нас есть промокод, ссылка на который есть... Точнее, на промокод нет ссылки. Есть ссылка на сайт в комментариях. Катя меня отвлекает, ты несчестно, Катерина. И также знайте, что он есть на экране. А я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Все, всем удачки, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...